Привет чудотворные листики подорожника! С вами Федорович, а в этом очень поучительном видео мы посмотрим на бойцов, которые решили повыпендриваться или зарисоваться в ринге, но тут же получили удар судьбы от кармы в кулаке противника и очень пожалели о своей броваде лежа на канвасе. Большой грех всегда порицает маленький, а гадкая утка всегда высмеивает красивого жайворонка. Так и в нашем поединке между Сэндлером и Дидом. Весь бой Сэндлерт издевался над Дидом, все время показывая броваду высшего уровня, но при этом постоянно получал, а сам не бил и не попадал. Конечно, такому дождевому червяку, как я, не понять, в чем смысл такого выпендрежа, если ты тупо получаешь. Я еще понимаю, когда так делал Рой Джонс, избивая всех. Но наш герой, имея феноменальный рекорд из 4 побед и 33 поражений, продолжает свою клоунаду, в очередной раз отправляясь в нокаут. Все-таки ему нужен или тренер, который его угомонит под затыльником, или жена со сковородкой, которая сделает то же. Но мужику точно нужно менять манеру боя. Вердехо Он об этом пожалел, улетев в глубокий нокаут после жесткого бокового в голову. Конечно, избежать удара это здорово, и есть чему гордиться. Но мужик, ты ушел от удара в корпус, чтобы улететь от удара в голову. Все-таки не зря говорят, не говори кия, пока не перебьешь. А бойцам нельзя радоваться, пока тебе не подняли руку. Как никто не видел медведя, который летает, так никто никогда не увидит бойца без защиты, который побеждает. В этом поединке двух монстров-любителей, которые устроили настоящую зарубу, один явно выделялся своей невероятной техникой защиты индюка, которая заключается в том, что нужно максимально вытягивать голову вверх и опускать руки вниз. Но его уверенность Бизона внушает уважение, особенно когда он сам попросил ударить себя в челюсть, и противник ударил. Но вот защита индюка не сработала, ведь даже в красной книге написано, что удар боксера может завалить даже быка. Как добрая слава отца 40 лет служит бестолковому сыну, так и бойцы, которые проигрывают бой, выпендриваются в ринге в надежде, что судьи и зрители это оценят. В поединке между Буте и Мирандой произошло именно так. Все три раунда Буте доминировал в бою, но Мирандо решил показать неуважение и подколоть Буте, встав посреди ринга и положив руки в боки. Типа все это было ни о чем, мне еще долго ждать от тебя ударов. Но мгновенная карма в виде феноменального апперкота от Буте сразу расставила все на свои места и в очередной раз повторила закон. Выгребаешь, так делай это молча в глухой защите, а то ради пяти секунд славы пять дней лежать в больнице. Близкому не говори ложь, постороннему правду, а перед незнакомым бойцом не выпендривайся. Эту святую истину должны усвоить все, но не все ее поймут, а кто не поймет усвоит урок от кармы. В этом поединке по ММА боец в синем решил использовать очень необычную тактику, будучи гораздо ниже своего оппонента. Сначала казалось, что здоровяк его гоняет по всей клетке, а синяк просто его боится и убегает. Но потом он сделал контрудар и попал, на что здоровый дядька ему поаплодировал, типа молочага, хоть раз за бой ударил и пошел на него танком. Но тут же получил повторный контрудар и повалился на канвас, как срубленная ива. Вот теперь и думайте, кто секунд, а кто стратег. Глупому народу всегда достается непутевый президент, а глупому бойцу просто достается. В поединке Арнета против Зуниги, который, кстати, был очень конкурентный и жесткий, бойцы не раз входили в отличные обмены. В одной из таких заруб Арнет бросал по два удара, то двойку в голову, то в корпус, на что Зуниги четко его подлавливал левым сбоку. Но вот разорвав дистанцию на пару секунд, Арнет показал, давай сопляк, покажи, что ты можешь, и бросился с двойкой, на что в очередной раз получил левый сбоку, но в этот раз последний кармический. Без еды не бывает беседы, а без ударов боя. Об этом, как никто знает, Холли Холм, но, видать, об этом забыла Корея. Вернее, о том, какие именно удары может наносить красотка Холм. В их поединке Корея почувствовала прилив силы Чи и, почувствовав себя терминатором, попросила Холм добавить темпа или ударов, или подойти поближе. В общем, зазывала к себе руками. Как настоящая хозяйка, Холли предложение с удовольствием приняла и всандалила офигенный обманный хайкик. А потом на десерт угостила апперкотом, уже не понимающую, кто она и где Корею. Где Щи, там и нас и Щи, а где мы, там раздают для Щи. Вот такую пословицу говорят все бойцы, а кто еще не говорит, точно начнет, особенно после победы. В поединке Линси против Джуджиньо мы в очередной раз убедились, что нужно сохранять концентрацию до последней секунды боя. Тем более, если ты решил позлить своего оппонента насмешками. За 10 секунд до конца боя Джуджиньо провел серию руками, от которой Линси ушел и поржал с оппонента, разводя руки. Типа ты меткий, как крот в полдень на лесной поляне. Но тут же поплатился за свою браваду, улетев в нокаут от фронткика в стиле Сильвы. Как нельзя сварить две бараньи головы в одном котле, так же не может быть двух победителей в одном бою. Но красиво победить может каждый. В этом поединке между Рейесом и Пауэллом, который Рейес явно выигрывал за два темп боя, в одном из моментов после серии ударов Пауэлл покачал горолвой, намекая Рейесу на то, что его удары ни о чем, и он их не чувствует. Но так делать не стоит, когда тебя избивают, а ты как утопающий посреди океана кричишь, что не боишься акул. Потому что акуле все равно, боишься ты ее или нет, а обедом станешь. Так и Рейес сразу всадил хайкик, который и закончил этот бой. Дело бывало, и коза волка съедала, но в боях это редкость. Поэтому перед бравадой нужно хорошенько подумать, стоит она того или нет. В поединке между двумя топовыми российскими бойцами, Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым, который многие из вас наверняка помнят, произошел довольно забавный случай, но забавный только для зрителей. Для Сереги очень опасный. В одном из моментов Саня классно попал правый прямой, но Харитонов решил показать, что удар ни о чем, и попросил еще. Емельяненко вежливо принял предложение и сразу дал еще, без всяких обманок. Тупо опять правый прямой, и четко его попал. Да так, что Серегу серьезно повело, и он точно пожалел о своей просьбе. Пишите в комменты свое мнение по этому поводу. Стоит бравировать в ринге, когда ты проигрываешь бой. Или лучше сразу перелезть в канаты и пойти в буфет за пивасом. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok